Перекрёсток улиц Луначарского и 25 октября. Сейчас тут находится пермский авиационный техникум. Больше столетия назад на этой территории находился сенной рынок. Его перенесли и на этом месте построили один из самых крупных и красивых храмов Прикамья – Воскресение Господня. Церковь недавно воссоздали в виртуальном виде. Авторы проекта «Старая Пермь в 3D» отыскали большой массив документов, фотографий и чертежей, чтобы рассказать историю старинного здания. Строить его начали полтора века назад на народные пожертвования в памяти об отмене крепостного права. Началось строительство церкви. Всего на её строительство было потрачено 120 тысяч рублей. Это по тем временам были большие деньги. Из них 8 тысяч рублей дали братья Каменские, наши известные пермские предприниматели. Она была освящена, торжественно освящена 1 октября 1869 года. Высота колокольни около 30 метров. Примерно современный девятиэтажный дом. Церковь находилась рядом со зданием благородного собрания. Сейчас это клуб УВД. Во время сбора материалов для 3D-реконструкции историкам удалось найти уникальные фотографии. Вот снимок периода Первой мировой войны. У ворот храма городские чиновники, военные сёстры милосердия. А когда в Перми была открыта художественная галерея, которую разместили в здании кафедрального собора, главным храмом Пермской епархии стал Воскресенский. Правда, ненадолго в 30-е годы его закрыли и решили переоборудовать под архив. И вот было проведено обследование. Вот эти чертежи, они как раз чертежи середины 30-х годов. Вот видите, на этих чертежах мы видим план храма. И как раз вот эти стеллажи заполняют всё внутреннее пространство храма. Это стеллажи для архивных дел. Они предполагали, что будет три этажа, и там мы разместим вот эти все архивные дела. Ну вот пока судили, и в итоге отказались от этого. В итоге в конце 30-х годов здание храма снесли. По словам Андрея Маткина, скоро в интернете будет опубликована новая серия виртуального проекта «Старая Пермь в 3D». Она готова на 90%. В ней будут показаны все здания, которые до революции находились на пересечении улиц Обвинской и Вознесенской, а ныне 25 октября и Луначарского. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.